Для меня ты целая вселенная Иииииииииииииииииииии... Ах! Эх, не угадал, давай еще раз. Иииииииииии... О-опа! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ночная распаковка! Да тихо-тихо! Хе-хе-хе-хе-хе. Это тебе, говорит! По-то-папе. Ты расскажи, где были мы. Вы, давай это, будете это... Смотреть Валеру Душнилу на канале Big Family. Слушай, я сама душнила и стала после метра и этих цен. Кус-кус. Это мы наполовину взяли меньше, чем хотели всего. И тут цена получилась, узнаете, какая на пикфеймали. Ой, держи валерье. Как ты могла взять? Это вообще бесценное. Это просто не знаю, кто там пишет, какое поедет. Тащит. Три килограмма качку пекинскую тащит. Мясо любишь? Да. Да, папина дольца. Ну, мы все любим. Это будет суббота, папина. Сейчас вечер, кстати. Целый день прогуляли. А, пишут многие, там какая-то рапсовое масло, еще что-то, еще что-то. Но нельзя, допустим, сказать грекам и итальянцам в душе, чтобы они ели рапсовую олею или какую-то еще зародышей каких-то, кукурузы. Мы привыкли к оливковому маслу. Мы люди южные. Мы люди южные, средиземноморские, как бы. Так, вот это вот красный риф. Красота. Была скидка, да, мы чуть успели. Да, да. Спасибо за подсказку нашим зрителям. Папа себя не обрелит, да? Вы поймете, к чему? Я шеприву просто так не покупаю. Я спрятаю. Какие там? Все? Все? Давай, Николька, как ты умеешь. Оп-оп. Ты же и где? А вот смотри, горох. Ой, осторожно. Короче, неудачно вытащила или что, не знаю. Я ее смотрю, значит, вытаскивает из этой упаковки, пока я думаешь, что она вот так вот сделает. И, короче, все-таки порвала, да. Нут. А все. Купили. Нет, там в этом, на стиральной машине. Марк, постой, около Николь, чтобы она не убежала. Сейчас нет. Сейчас папа несет еще. Ты ее не трогай, просто стой. Нет, нет. Николь. А что у папы есть? О, Степ. Легкий пивочек. Ой, завалился на мне кое-что там. Смотри, вытаскивай. Папа пиво просто так не пьет, он с чипсами. Это какие-то взяли новые польские какие-то чипсы. Чисто попробовать. Потому что, ну, сколько нужно один приют? Ням-ням. А это печеньюшке мама нам обещала на Святого Николая торт. Все, мы сказали, что будет. А что там еще есть? Ну, стешится. Пиво будет. Еще, да, на торте. На торте. Что там? Чай. Даша взяла ксамый красивый чай. Тряпочка. Завтра же уборка у нас. Да, мы взяли розовую тряпочку. Какой цвет, кстати? Ну, типа, как этот модный. Это, не-не-не, фикси. Как наши? Фикси. Фикси. Так, это у нас сегодня домашний кинотеатр будет. Папа будет смотреть пить пиво. А все стали спать. Все стали спать. Все, мы отдали вот за это очень много денег. Тормозил, говорит, может, не надо. А я уверен, что красную рыбу часто же не покупают. Я в шоке, честно. А потом, что мы курицу постоянно едим на эту? Ну, давайте руточку пекинскую попробуем. Уже было страшно идти на колбаски. А на сыры как зашли вообще. Я не лоханулся чуть недалеко маслом, но это вы увидите. Ой, да. Полное видео смотрите. Боже, будьте осторожны. Это просто, у меня чуть инфаркт миокарда не будет. Просто. Да, Николь? Да. Ты хорошо все вела? Да. Мяска будешь? Да. Она хорошо чекакать будешь? Да. Молодец. Она или говорит все время да, или все время не. Да. Быстрее, с руками. Полетели? Да. Полетели. Взял. Она что-то покушать хочет. Значит, давайте еще чуть-чуть поушечку. Давайте рыбку пожарим на ночь. Давайте рыбу пожарим. Как просто пупок. Как корыся. Что делать? Нет, у нас плов еще. Да, у нас еще плов. Это как кучка. Я просто ва... Я нифига, я вах. Ваю, ваю. Мы все брали по скидке. Я шла, я плакала просто. Я не могу поверить, что с нами все происходит. Чтобы сами так жить по-европейски. Может быть. Мне кажется, что там дешевле. Слышишь, больше дешевле, если продукты спорты. А, мы сравнивали продукты, да? Да, польский сыр, который я покупал, в метро по скидке стоит в два раза дороже, чем я покупал тут. Люди там в три раза купили, три посредника. Втра привезли, продаю. Дешевле, чем в метро. Ты этому заказывай из Польши, скажи, мы любим такое, еще вот это. Привози. Хорошо. Все, метро уже не лоптовый, вообще нифига не скидочек. Ну, хорошо, что и есть, как бы там выбор. Ну, с рыбкой повезло. И то там выбора не было. Там или хвостики, или... Просто надо дежурить, когда приносят, привозят новую, засыпают. А так выбрали самое лучшее, так говорится. Там уже остались. Не, ну мы нормальных сочетей. Да, почем, вы тоже узнаете, в чем это все. Да, я думаю, что вы даже распаковку позже посмотрите. Так, а нам не даро включили свет, у нас есть еще пару часов поудовольствоваться со светом. Да, Удерчик. Так что, такие дела. Ты доволен? Да, я всегда доволен. Ну, а что, что, чуть-чуть не доволен. Нет, мы как бы... Проснулись живы. Мы свои эмоции рассказываем, как бы, свои впечатления, как бы... Да, Валер, я смотрю тикток, это все люди просто офигевают. Люди просто в шоке. От сцен. Они так какое-то время шли, шли, а потом такие, опа-на! Так покупают. Опа-на! А сейчас такие... Я в шоке. Или так много богатых людей стало во время войны. Или я не понимаю. Что, Николюшка? Будешь торт? Да, сделаем вам на День Святого Николая тортик. Завтра супчик будем делать. После завтра уточка. Потом уточка. Что ты ждешь, Николика? Говорит, что-то вы купили. Я хотела что-то стащить, но что-то ничего. Булочку. Едим в обиваленные булочки. Они очень вкусные. Все прячем. Да. А потом достаем воваленные булочки. Вот этот чай вообще должен пахнющий быть. А ну, открывайте. А ну, Машенька, он должен быть, ну, типа, маршмеллоу. Как твой тортик на День Рождения, Машуль. Вот, давай, все и шампуньки. Сейчас они откроют и понюхают. Мы туда же твой чай распаковываем. А ну-ка, Машульчик. Мне само интересно. Даша так долго выбирала, выбирала. О! Чтоб, не дай бог, не было пергамуда. Нет, это пакетики. Это не пакетики, а? Нет, пакетики, чтоб чай не терялся. Что-то, значит, сложно. Ну, слипал ложечку, кинул в заварку. А это, чтоб не цедить через зубы заварку. Это такая китайская чайная... Уже пахнет. Уже пахнет на весь дом. Пахнет пахнет. Ой! Можно понюхать? Вкусно. Угу? Смирай так. Ой! Так, это самое интересное. Я пойду проверю, подходит ли это. О, давай. Мы пока на паузу. Нет, что это? Идеально. Класс. Наконец-то будут чистые полы. А то у нас так грязно. Я не пожалел 200 гривен для любых девочек, которые мучились с той шваброй. А ты что, если не поотрезал? Не поотрезал? Не поотрезал. Поотрывал. Даша! Маша, смотрите, какая швабра теперь. А сейчас той тряпкой. А она... Сейчас я покажу ту. Тряпкой. Хотя на картинке было... Как это? Опа! Это мы будем кушать. Ира решила сэкономить на Алиэкспресс. Это машина с тобой. На Алиэкспресс. Сэкономила называется. Во-первых, меньше. Меньше. И насколько она на фотографии красиво выглядела. Да. Ужас. Ну, пользуюсь, мучились. И вот. Пипец. Это тема была. Разница... Иди по трогай. Три раза. Ну, такие... Три раза сюда добавьте, что-то. Вот это? Все, выкидываю это издевательство просто. Не знаю, для чего она нужна. Лови, Николь. Я еще такие тапки хочу, Валера. Тапки такие? Все, вот так вот. Все, полетели. Все, вот такая распаковочка. 6 часов вечера. Мы уже будем отдыхать. Все день ничего не снимала. Мы сидим, гуляли. Иру вывозили в люди. Расскажи. Возь, Иру, да, вывозили. Ира сидит, отдыхала. Прям по полной программе. И туда, и сюда. Хуману заезжали. Да, Валера еще с утра успела поработать. Да, Валера, да. Обновочки купили для Киры. Кстати, покажите обновочки. Покажи, посмотри там, расскажи. А где Даша убежала? Даша, Кира, покажите свои обновочки. Валера, на себя примерь. Покажи мою тогда. Ну, Ира так мерила, такие классные, вот так вот. Они тепленькие, можно и потом весной носить. Супер. Она такая, чтобы свет падал. Свет, да. Ну, такие тепленькие. И дома будет тепло. Сейчас свет выключается. Прикольно. Ручки. И такую толстовочку. Она такая, вроде бы, тоже утепленная, кстати. Классная. Оверсайз. Она такая тяжеленькая, она такая утеплененькая. На спорт буду ходить, может быть. Я уже знаешь, понедельник один. Постирать. Постирать. Так, а Даша там, а Даша вообще там крутые вещи. А Кир, покажи свои ботинки, Кир. И кроссовки Даши купили. И Кирюшка тоже с обновочками. Они не вот так показывают. Зачем подошву показывать? Такую обувь утепленную уже сейчас на зиму в школу. Под спортивные костюмчики. Под курточки. Все. Ты довольна? Очень. А они вместе все равно носят. Даша выбирает, а Маша говорит, что мне нравится. И они носят курточки. Тут такая полтолочка, а с этой стороны смотрели. Я говорю, я домой вас не пущу с черепами. Ой, такие шесть выбраны. Это папа с Дашей. Я их вообще с черепами выбрал, Даша, что ты не захотела с черепами. И такая на змеечке толстолочка сейчас на зиму. Тоже утепленную внутри, да? Да. Ну, будут девочки носить. Ты тоже можешь носить. А где кроссовки Даши? О, забыли. Там на полочке. А я смотрел себе ничего не подобрал. Красивые сильно. Очень красивые. И цены тоже уже... А цены подросли на... Вообще тоже не радуют. Майные цены. Раньше эксклюзив у них стоило там полторы тысячи. А сейчас три. А сейчас по три. Куртку нашли, а на три тысячи. Ну нафиг. И Даши кроссы купили. И Дашеньке кроссовочки. Она хотела себе. Для школы. Ну все. Ну в общем можно что купить, но, конечно, цены на хумане не... Ну вообще на секунде не радуют. Машина. Но! Но все равно... Ну это как охота больше. Мы такие вещи видели, да? Эксклюзивные прям. Что как бы... Кто понимает в этих брендах, то можно там найти очень классные. Да. Современные такие модные. Майкл Корс. Видели в этот раз, да? Еще какую-то куртку крутую мы видели. На дорогущие три тысячи получается. Три тысячи на эксклюзиве. Да. А как на фирму забыла? Ой, тоже какая-то. Какая-то очень. Да, 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 да. Дубленок полно вот этих заразских. То есть как бы можно одеться. Да. Ну на седьмом ты что купишь? Вообще что там? Ну будет дороже. Дороже это будет... Как я говорю? Одноразовый кулетчик, да. На сезон. Постираешь один раз и все. Ну да. И тоже жалуются наши... Ну в ТикТоке жалуются насчет наших брендов. У нас очень много украинских брендов. И говорят, что цены не под наши зарплаты и качество. Говорят, что это не очень. А они же не вспомнили уже все эти бренды в Китае. Они же не у нас. И возмущаются, что это такое. И возмущаются за шапочку Руслан Багинский. Там шапочка по 18-20 тысяч гривен. И шарфик. Я даже не знаю, кто это. Ну какой-то там известный... Такие деньги платить за что-то. Ну а вот масс-маркет, да, шьют вот это... Салмар знаменитая. Знаменитый украинский бренд. Ну он такой знаменитый. И говорят, вообще капец. Постирал, пока шлатился, а деньги стоят. Ну тоже не дешевые. Я говорю, в Европу надо ездить, одеваться или что? Понимаешь. Если раньше действительно какой-то были фабрики, было качество. Нет, пока. Сейчас это что такое? Украинский бренд. Это да, где-то типа в Инстаграме он бренд, а шьется все в Китае по заказу. Из-за их всех материалов, из всего вот этого вот. Ну вот это и украинский бренд. Да, цены гнут, конечно. А цена на бренд зависит на чего? От насколько он в рекламу вложился, крутым блогерам, там еще куда-то рекламу, вот со всех своих колонок. На тебя идет, ты думаешь, у, это крутая вещь. А он надел, постирал, ну, нафиг. Ну и тоже Зара, как мы с тобой ездили, да, как отличается, для Украины Зара. Нам в Украину поставляли, и Зара, которая мы там где-то в секунде. Хумане, и то, что нам Наталья тоже передавала, качество вообще. Мы как будто для Африки, для третьих стран, что-то такое. На тебе, а там не все равно оденут это, да. Не, мы уже балованы, секонд-хендом, мы такой не оденем, за такие деньги. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня у нас такая болталка, уже ночь, темно, обитаем, вот я-у-у. Ой. Это какой? Ты что, свет добываешь, да, Валерчик? Это какой-то жесть, нам дали на три часа свет, и нафиг его вырубали. Не поработать ничего, да, мы сели с Валерой поработать. Интернета нету, чтобы посмотреть. Зайчик, ты испугался? Мой маленький, иди быстренько прячься под одеялком. Испугался, все, нет у меня. Маленький мой ребеночек испугался. Ой, да страшно. Пойду включать генератор, что делать? Это на сколько нам выключили? Да на сегодня вообще не давали тут свет, можно сказать, что мы его и не видели. У них кто-то ремонтные работы, то модернизация, то еще что-то. Я в шоке. Николька, что-таки ручки холодные, носик холодные. Нет. Нет. Дядя, дядя, вот так и живем. Слава богу, здесь генератор у нас. Еще давайте повышим стоимость электроэнергии. За что, если его и нет у нас? Где в шоке живем? Пошли в магазины. Пойду, я включу генератор. Да, мы приехали домой. Ты что, с папой пойдешь? Я тоже с вами, мне-то страшно. Я не останусь тут. Пошли. Ой, тарелка моя. Ой, подождите. Она какая-то холодная. Это надо ее под одеялко. А кто там что жарит? Скажите, пожалуйста. Ой, запахло яйцами. Ой, что-то яйца жарит. Новый год придумала нам, да, Олечка? Ой, как я заморзла. Ты что, включали хоть? Ну, молодцы. Как-то света нету.